Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Диман, и это новенький видосик по игре GTA V с офигенными модами, о которых уже все забыли. Обязательно прямо сейчас поставим лайкосик, чтобы вышла вторая серия, потому что, ребята, сегодня, я скажу так, что будет вводная часть вот этого нового выживания в метеоритный дождь, а точнее, друзья, в реальный апокалипсис в GTA V. Да, я уже неоднократно снимал подобные ролики, и они вам очень сильно нравились, но они были без сюжета, и просто так, скажем, были, наверное, таки, немножечко неинтересны. Но сегодня, друзья, я полностью хочу создать новый сериальчик на канале, и я очень надеюсь, что вы это, конечно же, поддержите мои начинания и прочее, прочее, прочее. Короче, давайте немножечко расскажу о том, где я проживаю, что я вообще делаю и кто я такой. Друзья, мой дом, как вы видите, вот таких вот огромных размеров, он является такой вот виллой на высоте птичьего полета вот этого замечательного города Лос-Сантос, и, если честно быть, то я, вот он, я, как бы, смотрите на меня, вот такой вот я, в принципе, качок, который является бизнесменом и имеет свой собственный бизнес, а точнее, друзья, ремонт автомашин. Короче, прямо сейчас мы туда и отправимся, я вам всё покажу, расскажу, и я думаю, вам реально понравится моя жизнь, потому что, друзья, она насыщенная и очень интересная. Кстати, друзья мои, знакомьтесь, это моя верная и самая любимая собачка в мире, её зовут Чоп, привет, Чоп, да-да-да-да-да, родной, побежали играть, друзья. В общем-то, люблю я с ним очень сильно играть, и он постоянно со мной гуляет. Короче, Чоп, погнали, мы сейчас ездим на мою работу, я покажу пацанам, где я работаю, чем я вообще занимаюсь. Да, ребята мои, у меня просто превосходный спорткар, Porsche Cayman S. Вообще, Чоп его недолюбливает и постоянно хочет его обоссать, поэтому, друзья, за это я его, конечно же, ругаю, и, в принципе, в салоне пока что не гадят, и это реально радует. Короче, Чоп, садись, бегом ко мне, потому что мы уже отправляемся, давай-давай, малыш, давай, отлично, друзья мои. Всё, Чопик теперь со мной, ну и я думаю, что пора отправляться, друзья. На самом деле, я вообще рад своей жизни, потому что я реально успешный человек, у меня абсолютно всё есть, тёлки, конечно же, у меня просто пачками каждый вечер присутствуют в доме, и это меня не может не радовать. В принципе, сегодня я, возможно-таки, тоже какую-нибудь из них подцеплю в клубешники, поэтому мы обязательно туда отправимся чуть-чуть попозже. Поэтому, друзья, не переключаемся и, конечно же, не отключаем видосик. Ну и чтобы вы не смотрели на всю эту нудятину в виде дороги до моей работы, потому что она находится реально далеко, я просто, друзья мои, наверное-таки поставлю на паузу, и как только мы подъедем, я вам всё обязательно, дорогие мои, покажу. Так, народ, мы почти подъехали, в принципе, моя работа это Лос-Антос Кастомс, вот такое вот место, где постоянно приезжают люди для ремонта своих автомашин. Вот, кстати, тоже перчик, которого мы, наверное-таки, подшаманим сегодня. Так, народ, короче, забрали мы выручку, теперь можно отправляться и потусить, и, конечно же, дать тёлок, и, конечно же, друзья, куда-нибудь ещё. Потому что, друзья, от денег, как я уже сказал, у меня предостаточно, чтобы... Так, отвертся, всё, отлично, красавец. А денег предостаточно, чтобы, друзья, хорошенечко отрываться в этом городе. Я здесь вообще не работаю, но, точнее, просто являюсь владельцем, то есть забираю бабки, и больше мне в этой жизни ничего и не надо. Парни там реально квалифицированные, делают абсолютно всю работу за меня, и делают её достаточно правильно и очень круто. Поэтому, друзья, приходите сюда, и, я надеюсь, вам также сделаю тачку, как вот, допустим, протюнинговали мне, потому что она реально превосходная. Но не об этом, друзья. Также у меня ещё есть некоторое хобби, а точнее, друзья, писать музыку, которую, в принципе, я записываю именно в своей студии. Вы только гляньте, что там творится. Какой-то безбашенный чувачелло просто снес вот этот вот столбец, и это реально было немножечко как-то странновато с его стороны. Короче, не суть важна. Сейчас мы отправляемся в студию, друзья, и именно там я вам покажу абсолютно все свои новые работы, которые мне удалось сделать за 5 лет. Чё, дружок, валим отсюда! Ребята, какого хрена происходит? Я лишь только хотел доехать до своей студии. Чопик, родной мой, это, это метеоритный дождь. Ребята, это просто жесть. Чоп, нам нужно быстренько сейчас скрыться. Вау! О, господи, ребята, капец. Блин, чё делать-то? Чоп, ты где, родной мой? Дружище, нам нужно сейчас, в принципе, попытаться выжить, потому что, друзья, капец. Там же моя машина, моя ласточка. Короче, пытаемся сейчас добежать до какого-нибудь места, где можно было бы укрыться. Чопик, не отставай, пожалуйста, я тебя прошу. Это просто какой-то лютый трешак здесь происходит. Прямо в машину самолеты. Капец, ребята! Чё делать, чё делать? Короче, тут есть вода неподалёку, водоёмчик. Может, мы как-то, не знаю, попробуем на лодке отсюда скрыться. Куда-нибудь из города, помимо всего этого, улететь или же уплыть. Я кызы вообще, ребята. Чё делать-то? Чоп, не отставай, пожалуйста, дружище мой. Чоп! 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 О, вот ты, малый! Я уже испугался за тебя. Не пугай ты так меня больше, окей? Главное, держаться вместе, малыш. Главное, не отставать. Потому что потом мы тебя вообще не найдём. Так, ребята. Капец. Вообще, я боюсь потерять Чопа, потому что я знаю, что собаки, допустим... Блин, тут есть какая-нибудь лодка поблизости? Давайте пройдём вот именно параллельно вот этой вот, получается, местности. И попытаемся как-то найти себе транспорт, что ли. Блин. Так вот, я боюсь потерять Чопа всего лишь потому, что, друзья, вот именно в такую погоду, когда метеорит или, короче, гроза, он реально начинает бояться и убегать. Вот именно тогда я его ищу неделями, а на самом деле, друзья... Где он? Я же сказал... Чоп! Малыш! Ну куда ты? Я же сказал, друзья, он пытается всегда убежать. Маленький мой. Вставай, пожалуйста. Не надо. Не надо сейчас никуда, в принципе, падать. Нам нужно быстренько сейчас добраться до... Допустим, давайте вот эту машину возьмём и попробуем уехать из этого города, друзья. Ещё нужно будет посмотреть, что пишут в новостях. Может быть... Так-так-так-так-так, взломали отлично. Что пишут вообще в новостях? Может быть, есть какие-то места, где можно переждать всю вот эту вот непогоду? Ну или я даже не знаю, вот эту вот аномалию апокалипсис, начавшуюся буквально внезапно в этом городе? Блин. Там самолёт идёт капец. Люди уже и на самолётах пытаются как-то скрыться. Блин, ребят, конечно, очень опасно, но я попытаюсь всё-таки попробовать уехать из этого, мать вашего города, блин. Так-так-так-так-так, тут есть М4. Иди ты в жопу, блин. Вот ты мута. Вау. Вы видели? Он очень рядом упал. Если бы мы там проехали... Да капец. Вау. Ещё живо. Тихо, тихо. Мы ещё живо. Так-так-так, Чопик, Чопик, пожалуйста. У нас нету дверей. Просто не выпади, я тебя прошу, умоляю. Блин, ребята, нам нужно срочно попасть на вот эту вот М4 трансу и попытаться уехать из этого, мать его, города. У меня просто жесть. Они на машину. Вау, е-май его. Ребята, он прямо был рядом. Вы видели это? Я сейчас пытаюсь на водном мотоцикле доплыть до базы спасения, которые объявляли всё это время по новостям, друзья. И это просто жесть. Я потерял Чопа, когда мы ехали на машине. Он какого-то фига просто выпрыгнул из неё и просто, ребята, куда-то убежал. Я даже не знаю, куда. Блин, где-то здесь поблизости должна быть база. Я чё-то вообще не знаю, куда мне плыть, блин. Так, ребята, спокойно. Так-так-так, тут никого нету, тут ничего нету. Господи, где она? Она по координатам должна быть именно в этом месте, рядом с той лабораторией, которую мы видели. Вау. Ох, пожалуйста. Отлично. Господи, они так близко взрываются. Это просто жесть. Вот она, лаборатория. А где же это место? Её, блин, затетерю нахер. Так, стоп. Это может быть оно? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот именно в этой пещере, которая более-менее, ну, как вы видите, защищена. Это чё сейчас было? А, чувак прыгнул? Охренеть. Блин, ребят. Короче, чё я могу посмотреть? Можно пожрать, попить, короче, я так понимаю. А где можно поспать, посрать? Так, подождите-ка, друзья. А, вот посрать, короче. Ещё раз посрать. Так, а помыться где? Вот помыться. Отлично, друзья. Постираться. Короче, нормально, нормально. Так вот тут условия. В принципе, конечно, не так, как в моей вилле, но чё вы хотите-то, да? Так, ребят, тут также есть медичка. Посмотрите вот на это, да? То есть, как бы, лекарство сидело. Привет, парни, не буду мешать. Да-да-да, занимайтесь, короче, друзья. Пойдём отсюда. Так, у нас чё тут получается? Вау, нифига сколько всяких реактивных тут компов и прочего интересного добра, которое мне, в принципе, не нужно. А это чё тут такое? Пацаны, вы чё, разработали, да? Золотой какой-то пьестал и какое-то инопланетное яйцо. Двигатель какой-то реактивный. Не, ну вы, конечно, красавцы, но чё-то как-то подозрительное всё это выглядит. Может быть, они вообще вызвали метеоритную дождь. Так, а тут у нас... Опа, да! Нифига! Это у них чё тут склады такие? Охренеть, друзья! Блин, конечно, всё очень круто. А подождите, а чё там у нас? Давайте туда сходим, да? Почему бы нет? Интересно, там открыто или нет у нас получается? Полощадочка. Да-да-да-да, действительно, там открыто. Там, короче, как вы видите, ещё какая-то база, если я не ошибаюсь. Блин, ребят, конечно, меня очень радуют вот такие вот стены, так скажем, из, ну, пещеры, которая была выдолблена здесь. Это просто реально круто. И тут я очень надеюсь, что она простоит очень долго и её никто не разобьёт. Так, а тут у нас чё получается? Это у нас чё, типа класс такой, да? Ага. А, это я чё-то похожа как-то на военные, так, дела, какие-то схемы и прочее. Короче, мне это не нужно. Так, мне нужно понять, где я хочу поспать. Точнее, где я могу поспать. Так, это у нас, получается, столовка здесь, да? Нормально. Нормально так, да? А тут у нас... О, я тут могу как раз-таки передохнуть, отдохнуть. Тут тоже могу отдохнуть. Блин, ребята, круто. Тут, конечно, заблудиться можно. О-о-о-о. Отлично, я нашёл прям как... Как-то всякостно тут всё это всё сделано, друзья. Реально, очень-очень круто. Так, ладно, чё-то у нас ещё интересного такого есть. Это у нас тоже ментичка, я так понимаю. Хорошенечко, хорошенечко. Я тут хочу всё это рассмотреть, в общем-то, да? Да, это получается тут... Ну, для военных, я так понимаю, ложа. Короче, друзья, ладно, пошлите, что ли, отдохнём. Так, ребят, короче, под вот эти вот замечательные звуки всяких. Возрывов, крики, оры. И я, наверное, таки, хочу отдохнуть. В принципе, уже 12 ночи. Мы реально очень долго возились, пытались найти эту замечательную базу. Ну и, в принципе, друзья, нашли наше с вами спасение. Пока что будем здесь. В общем-то, обязательно подписывайтесь на канал. Давайте наберём тысячу лайков для продолжения. И мы пойдём искать ЧОПа в том городе. Если это всё не прекратится, то, ну, по-любому малыша-то надо найти, да, пацаны? В общем, всё. Точно всем удачи. Всем пока. Жмите на колокольчик и не забывайте ставить лайки.